В этом видео я хочу рассказать про новый плагин Google Maps локации. Но прежде чем мы начнем разбирать данный плагин, хочу сказать, что я накопил богатый опыт в создании сайтов на конструкторах Joomla, SP Page Builder, Quix, Gridbox, на WordPress Elementor, DV Page Builder. И хочу сказать, что Belbo пошли дальше всех. Замутили необыкновенный плагин. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, новый плагин, который появился в версии Gridbox, 2.8.8 версия, совсем недавно. Что данный плагин делает? Сначала расскажу его функционал, чтобы вы сразу понимали, насколько это круто. Во-первых, на конструкторе Gridbox, на Joomla, используя приложение отелей, ну это может быть все что угодно, любой каталог можете переименовать под себя. То есть каталог подразумевает какой-то фильтр поиска. То есть фильтр по критериям, там фильтр по цене, по рейтингу и так далее. То есть сюда можно запихнуть все что угодно. В данном случае в примере я использовал просто дома. А это может быть стройматериалы, в общем все, что можно отфильтровать, такой универсальный каталог. И вот к этому каталогу появился Google Maps локации. Ниже вот вы смотрите, я его разместил. То есть я вывел демо сайт, вывел три демо товара, это то есть три дома. И как это работает. То есть у меня пока три дома и соответственно вы видите на локациях три маркера. Если я кликаю по маркеру, у меня показывается фотография данного товара. Идентична, что вот видите дом 3, здесь написано заголовок этого товара. И вот здесь прямо в карте дом 3. Также здесь можно выводить разные критерии. То есть в данном случае я вывел рейтинг, отзывы. То есть можно перейти прямо отсюда из всплывающего окна в отзывы. Видеть описание и видеть кнопку читать далее. То есть перейти в сам товар. Ну или же удобно прямо по картинке. Смотрите, я кликаю и попадаю в дом 3. Именно в раскрытом виде данный товар, где я вижу галерею и так далее. Всевозможные критерии, описание на карте, где находится этот дом, который продается. Отзывы. Один отзыв я тестовый оставил. И это еще не все. Данный плагин привязан к фильтру. То есть когда мы просто перешли, например, на главную страницу, мы видим все дома. И видим здесь на карте абсолютно все маркера. И смотрите, что происходит. Например, я хочу отсортировать по рейтингу. Выбираю самый большой рейтинг. В данном рейтинге у меня участвует только один товар. Вот этот дом 1. И ниже карта обновляется. Вот оно взаимодействие с этим верхним фильтром. То есть показывается на карте только те дома, которые отфильтровались именно здесь. В данном случае один. Вот вы видите, дом 1. Здесь дом 1. Можем попробовать вывести по критерию, например, спальни. То есть видите, два товара имеют три спальни в этих вот домах. И смотрите, карта обновляется. И здесь тоже показывается дом в Москве. Здесь можно как обычной карты управлять. Вот так вот прибавлять, чтобы, например, поближе. То есть вот так вот этот плагин работает. Теперь техническая сторона. То есть как это реализовать? В админке сайта вы должны перейти в приложение. И здесь добавить... Я добавил вот этот Hotel Rooms. Это может быть и портфолио или Zero Apps. Но Zero Apps это как бы вы с нуля создаете. Здесь уже предустановлены отелей, номера. То есть можете просто под себя переименовать. То есть я создал страницу, создал три товара, переименовал все на русский язык. Это я создал только структуру вот каталога. Сам плагин. То есть я перехожу в дома свои. Вот у меня три товара. Дальше вам надо будет перейти в макет поста. И в каждом товаре добавить... Добавить поле Field Google Maps. Обязательно. То есть каждому товару нужно добавить некий плагин. То есть вот он. Если посмотрим в карандаше, видите, вот поле Google Maps. Он вот так и называется. Чтобы все работало, здесь придется перейти в Google Maps и получить IPK. Вот такой примерно ключ. Вам уникальный выдаст Google. Ничего сложного нет. Зайдите в Google. Забейте в поисковике Google Maps IP. И получите там ключ. Я сейчас бегло пробегаюсь. Это обзор. Если вы хотите полностью с нуля изучить данный видеокурс, переходите по ссылке в описании. Вас ждет там мой полноценный объемный курс для новичков. Обязательно смотрите. Каждому товару вы добавляете поле Google Maps. Назначаете обязательно здесь. Добавляйте Google Maps IPK. Здесь небольшие настройки. Проверяйте, настраивайте. Все. Здесь добавили. После чего закрываете. И вам надо будет перейти, либо создать с нуля товары. То есть выбираем категорию и нажимаем вот на эту красную кнопку. Добавить новый товар. Если у вас товар уже есть, переходите в режим редактирования товара. И здесь ниже просто указывайте место, где этот дом находится. То есть он продается, например, где-нибудь там в Москве. Указывайте местоположение на карте. Обязательно. Иначе у вас эти дома не покажутся. Когда вы здесь место нашли, просто мышкой кликайте по карте, чтобы появился маркер. Именно в том месте, где стоит дом. Нажимаете сохранить. Я тоже самое проделал для трех товаров. Добавил карты. Теперь надо добавить сюда на сайт сам вот этот новый плагин. Его можно добавить как на страницу анонсов товаров, как у меня здесь он находится, так и внутри, в развертанном товаре. Здесь можно продублировать в любом месте где-то вот этот новый плагин. Категории это называется. То есть это у нас макет категории, это вот анонсы категории. Это и есть макет категории. И вот ниже этот плагин. Здесь он в структуре находится. Заходим в режим, видите, Google Maps локации. Это он и есть. То есть если мы сейчас пройдем именно в плагины, я покажу, где он находится. Категория приложения. И вот он, Google Maps локации. По-русски написано. Просто кликайте по нему. Он у вас здесь добавится. Зайдете в настройки. Здесь у вас уже будет проставлен тот IPK Google, о котором я говорил чуть ранее. Здесь надо будет только выбрать приложение. Я назвал приложение дома. У вас это может быть все что угодно. И самое главное то, что вы здесь можете отсортировать. Во-первых, вот здесь информация. Как выводить? Внешне. Выводится карточкой. Карточка это вот такая вот красивая, красивое отображение с такой фотографией. Описание уже сами без меня потонируйтесь. Посмотрите, как выглядит список. Карточка и на мой взгляд смотрится намного симпатичнее. И здесь уже вы решаете, что отображать вот в этом всплывающем окне, когда мы кликаем по маркеру. Я вывел изображение, заголовок, рейтинг, категория, описание и кнопку читать далее. Это не все, что можно вывести. Вот так вот вы отключаете, вот так вот вы включаете отображение в этом всплывающем окне информацию. Здесь вот кликнув на вот этот плюсик, здесь я ввожу дата, категория, можно еще вывести автора. Автор отключен, комментарии. Дальше кнопку «Вводить или нет» и поля. То есть вон большое количество полей, которые вы добавили. Первоначально к вашему фильтру. Вот здесь вот это можно назначить. Видите, у меня вот эти элементы, они отключены. Думаю, здесь ничего сложного нет. После этого у вас должно все работать. Вот так вот показывается на карте все дома, которые вы добавите. Естественно, к каждому товару нужно указать локацию, то есть указать, где этот дом находится. Фотографии автоматически, все данные, заголовки, они автоматически подтягиваются здесь из товаров. Другие небольшие изменения вы сможете перейти на сайт Белла Булла, ознакомиться, если у вас есть желание. Я рассказал именно о новом плагине, который стоит внимания. Здесь нужно было объяснить, как им пользоваться, потому что вначале, возможно, это будет непонятно. Если у вас нет времени и не хотите заморачиваться, свяжитесь со мной, позвоните мне по телефону. Я в видео показывал свой телефон. Можете заказать сайт у меня, можете позвонить мне через WhatsApp или Viber, чтобы звонок был бесплатный. Если хотите какой-то такой каталог сделать, с легкостью с вами обсудим ваш проект. Давайте сделаем вам сайт. Или же, если хотите сами ознакомиться более детально, как я уже говорил ранее, ссылка на видеокурс в описании. Там более детально я рассказывал про все вот эти фильтры, про каталог и так далее. На этом данный обзор я заканчиваю и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok